Утро от первого, мы на месте. Тремя на заработал, включи льду, тускулы, поезды. Изов принято, уезжаем. Знойное лето не могут выдержать не только люди, но и автомобили. Так, в Шемкенте в результате замыкания электропроводки сгорели два автомобиля. Первый случай возгорания был зарегистрирован 10 июля примерно в час дня по улице Жебекшулы у рынка Кухтем. По словам очевидцев, автомашина марки Дайва Нексия двигалась по Жебекшулы в сторону Белых вод, когда из-под капота повалил дым. Водитель успел лишь остановить авто и выбежать на улицу. Автомашина сгорела в считанные минуты. Прибывшие на место огнеборцы потушили горящие авто. Еще один факт возгорания легкового автомобиля был зарегистрирован по Тамерлановскому шоссе уже 12 июля. Примерно в половине третьего дня авто марки Ауди 100 словно спичка сгорела в результате замыкания электропроводки. На место происшествия была направлена пожарная машина и пять человек личного состава. Вот только потушить авто не удалось. От возгорания никто из людей не пострадал. Авто, скорее всего, восстановлению не подлежит. Авто, скорее всего, восстановлению не подлежит. 12 июля примерно в половине 12 дня авария произошла по улице Байтурсинова. Возле университета, вблизи пересечения улицы Торикулова, столкнулись три автомашины – «Жигули», «Лексус» и «Нексия». Я двигался по улице Байтурсинова со стороны улицы Некрасова в сторону Жильтоксана. Передо мной, нарушая разделительную полосу, выехала автомашина, марку которой я не запомнил. Мне пришлось экстренно остановиться, чтобы избежать столкновения. Но в этот момент я почувствовал резкий удар сзади. Вышел и увидел, что в меня врезался «Лексус» и «Нексия». Потом водитель «Нексии» сел в машину и уехал. В результате аварии никто из людей не пострадал. А вот автомашинам нанесен значительный материальный ущерб. В обстоятельствах аварии и степень вины автовладельцев установят инспекторы полиции. В Шымкенте второй раз за сутки спасают мужчину от суицида. Звонок на станцию скорой помощи поступил 12 июля примерно в 4 часа дня. На вызов отравления медикаментами была незамедлительно отправлена бригада скорой помощи. Уже после оказания первой помощи пострадавшему медики выяснили, что за день до этого по этому же адресу приезжали врачи скорой помощи. В сигнальном листе зафиксирован и диагноз отравления медикаментами. 11 июля мужчина был госпитализирован в токсикологическое отделение, где ему примыли желудок и привели в чувство. О дальнейшем лечении гражданин отказался и отправился домой. Сегодня он попытался снова совершить суицид, но его супруга позвонила и сообщила о попытке суицида. От госпитализации мужчина отказался и на этот раз. Сам пострадавший рассказывает инспекторам, что пытался свести счеты с жизнью из-за ссор с женой. Частые скандалы привели к тому, что его семья на грани развода, а сам он пребывает в состоянии сильнейшего стресса. В причинах попыток суицида разбираются полицейские. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...